Александр Валерьевич, мы с вами записываем интервью сразу же по окончании пленарной дискуссии, на которой Владимир Путин заявил, что возможно после марта 2018 года соглашение о сокращении добычи нефти будет пролонгировано. И если оно будет пролонгировано, то до конца 2018 года. Ну, опять же, со ссылкой возможно. Вот уже имея какие-то результаты подобного соглашения на сегодняшний день, как вы их можете оценить и что вы можете сказать о необходимости дальнейших таких действий на рынке? Ну, если говорить о результатах тех соглашений, которые были заключены, первое соглашение предусматривало сокращение добычи, второе соглашение, оно зафиксировало те объемы добычи, о которых стороны договорились, это страны ОПЕК и Россия в конце прошлого года, можно уверенно сказать, что вот эти соглашения, они работают, этот механизм, он действенный, и действительно удалось сторонам провести такую балансировку рынка, это добавило рынку стабильности, это вывело цены на определенный уровень. При этом я хочу сказать, что если говорить о механизмах регулирования, то, безусловно, когда достигалась эта договоренность, стороны ставили перед собой задачу вывести цены именно на какой-то конкретный уровень. Цель, главная цель этого соглашения – это минимизация волатильности, это стабильные цены, это стабильность, что и было достигнуто. И, в общем-то, вот эта практика, которая уже, скажем так, получена, наработана, говорит о том, что механизм работы, это его нужно использовать. И если в этом механизме, инструменте будет необходимость применения его в марте, то, безусловно, это нужно использовать. Как дела у «Газпромнефти» в Арктике? В какую в данных экономических условиях эффективность показывает наш проект? Вы знаете, что мы успешно работаем. «Газпромнефть» – первая компания, которая реализовала проект на арктическом шельфе. И, несмотря даже на ситуацию низких цен, я хочу сказать, что благодаря низкой себестоимости добычи нефти на нашем приразломном месторождении, даже при ценах 20-25 долларов за баррель мы продолжим поливать нефть. Что касается нашей работы на шельфе, для нас, безусловно, это одно из стратегических направлений работы. И мы продолжаем реализовывать проекты. Могу прямо сейчас с вами поделиться о очередном нашем достижении, работе на шельфе. Мы совсем недавно закончили строительство поисково-оценочной скважины на шельфе Сахалина. Это северо-восточный участок шельфа Сахалина, это цивилизованный участок Аяшский. Мы провели испытания скважины и, соответственно, подтвердили нефтяносность и получили нефтяной приток. По оценкам, геологические запасы данного месторождения составляют 250 миллионов тонн. Это крупные запасы. И, в общем-то, уже сейчас мы можем уверенно говорить о открытии крупного нового нефтяного месторождения на шельфе Сахалина. Прежде всего, мы должны завершить георазведочные работы, потом, соответственно, будет подготовлен проект освоения данного месторождения. Ну и после этого можно будет говорить о объёмах добычи. Но уже сейчас вполне можно говорить о извлекаемых запасах в размере 70-80 миллионов тонн. Это означает, что на пике, на полке мы сможем добывать 5-6 миллионов тонн на данном месторождении. Это достаточно серьёзно, да, прилично. А планируют ли «Газпромнефть» увеличивать добычу трудноизвлекаемых запасов? И есть ли такие технологии? Вот сейчас, сегодня Владимир Путин на пленарном заседании говорил о том, что нужно уменьшать технологическое неравенство в условиях санкций. Насколько это возможно? Ну, что касается работы с трудноизвлекаемыми запасами, мы с этими запасами работаем. И вот в этом году более 20% той нефти, которую мы добудем, это та нефть, которую можно смело отнести к трудноизвлекаемым запасам. Технологическое развитие является нашим приоритетом, мы много для этого делаем. И, в частности, если говорить не о институционных запасах нефти, а о той же Баженовской свите, то я могу сказать, что в прошлом году, понятно, что вот эта сфера деятельности носит определённые санкционные ограничения, но вот несмотря на эти санкционные ограничения, «Газпромнефть» в прошлом году первой выполнила полный комплекс технологий по добыче нефти из этой Баженовской свиты. При этом мы применили только российские технологии, работали российские подрядчики, и мы использовали только российское оборудование. То есть более 20 технологий, которые были применены, это российские технологии, поэтому даже вот в этой области достаточно сложная работа с нетрадиционными запасами, мы уже самостоятельно и независимы от каких-либо санкционных ограничений. А что касается цифровых технологий, ну вот в частности был дан курс на цифровизацию нашей экономики, так же Вадимиром Путином, вот «Газпромнефть», как мне нравится? Цифровизация бизнеса «Газпромнефть» – это важная, актуальная для нас задача, и мы видим, конечно, огромный потенциал для повышения эффективности нашего бизнеса от геологоразведки до автозаправочных станций, вот на всей этой цепочке создания стоимости. И вот этот проект цифровой трансформации нашего бизнеса был запущен еще в прошлом году. Мы реализуем сейчас очень большое количество проектов, часть проектов реализуется совместно, часть – совместно с нашими партнерами. Желаю вам успехов, поправляю вас открытием нового мастерождения, спасибо большое вам за это время. Субтитры создавал DimaTorzok